Цепни и дроби. Когда мы пользуемся десятичной системой счисления, то любое число мы измеряем единицами, десятками, сотнями. Если хотим точнее, то используем десятые, одну десятую, одну сотую, одну тысячную и так далее. Ясно, что очень существенное значение имеет число десяти. Конечно, бывают другие системы счисления. Например, можем смотреть в двоичной. Тогда любое число мы смотрим с точностью до целых, а потом раскладываем по одной второй, одной четвертой, одной восьмой и так далее. Ясно, что в двоичной системе чрезвычайно высока роль числа два. Можно ли придумать систему, в которой любое вещественное число мы сможем приближать, что называется, по его меркам? То есть, какое-то число очень хорошо приближается в десятичной системе, какое-то в семиричной, скажем, тропе одна седьмая, замечательно, это одна седьмая в системе счисления с основанием семьи. А вот в системе счисления с основанием десять – это такая бесконечная периодическая тропа. Оказывается, есть такая система – цепные тропы. Идея удивительно простая. Любое число – это сумма его целой части и дробной части. Вот главная формула, с которой начинается вся теория экспериментарии. Из любого числа можно вытащить целую часть. Что такое целое число? Это такое целое число, что оно меньше или равно, чем альфа. Но альфа меньше, чем целая часть плюс эти. Дробная часть может быть муленной. И тогда все, процесс отложения закончился, вот число целое, все замечательно. Может быть, не нулём. Тогда это число больше нуля и меньше единицы. И мы переходим к обратному. Вот здесь у нас получается число, которое больше единицы. У него можно опять взять целую часть. В общем, эту процедуру можно сделать много-много-много-много раз. И либо в какой-то момент мы получим целое число. То есть, даже в самом начале можно получить. Либо это будет бесконечная процедура. Если число альфа иррациональное, то никак не остановится этот процесс. И наоборот. Если число альфа рациональное, то смотрите, в начале мы получаем какую-то дробь. Это можно получать положительное число. А дальше, ведь как у нас здесь? У нас здесь вот эта дробь, или числитель больше знаменательный. Замечательно. Значит, когда мы выделим целую часть и перемернём, то получатся уже меньшие числа. Давайте сначала, что называется, формальную теорию разберём. Здесь немножко страшная формула. Я её буду достаточно долго потом доказывать. Но сначала давайте, хотя мы что-то поймём. Итак, для дальнейшего вводим такое обозначение. Наше число будем называть альфа нулевое. У него есть целая часть, и у всех чисел, которые будут потом, тоже есть целые части, которые мы будем обозначать а соответствующим номером. То есть, а нулевое – это целая часть альфа нулевое. А н – целая часть альфа. Отлично. И альфа первое – это то самое, что у нас здесь получилось в номинации. То есть, в общем случае, альфа н – это его целая часть, плюс единица делить на следующее число. Не повторяю, если альфа – число рациональное, то в какой-то момент эта конструкция остановится, а если альфа – иррациональное, то получается такой бесконечный процесс. Вводим понятие «подходящая дробь». Это вот что такое. Когда мы сделали несколько шагов, то у нас получается какая-то такая конструкция многоэтажная. То есть, давайте, например, скажем, пусть в начале целая часть была минус 3. Минус 3 плюс 1 разделить на… Дальше уже обязательно положительное число. Скажем, 7 плюс 1 разделить на… 2 плюс 1 разделить на… 1520 плюс 1 разделить на… Так вот, в какой-то момент можно оборвать конструкцию. И то, что получается, называется «подходящая дробь». Оказывается, верны следующие равенства. Вот эти равенства, самые главные, это уже легко следует из них, но вот это самое-самое-самое главное – равенство так называемой формальной теории цитентной дроби. То есть, вот если внимательно смотреть на все эти формулы, их довольно легко доказать, и их мы докажем. Но перед тем, как приводить примеры этих самых цепных дробей, и тем более перед тем, как доказывать эти равенства, давайте я покажу одну геометрическую конструкцию, которая носит название «алгоритм вытягивания носов». И она очень проясняет все эти равенства, объясняет, что цепные дроби нельзя было не придумать в математике, и они обязательно в огромном количестве задачи должны встретиться. Любому вещественному числу альфа можно сопоставить прямую. у равно альфа икс. Вот это ось от циск, икс – это ось от динам икс. Альфа – это угловой коэффициент. И, разумеется, если число альфа и рациональное, то нельзя взять целое число, чтобы это равенство было верно. Тогда вот эта прямая проходит через начало координатов, через точку 0, и больше ни через какую точку с целыми координатами не проходит. Если число альфа – рациональное, то, конечно, где-то там встретится точка. Ну, я нарисовал альфа больше 0, и, разумеется, можно было нарисовать, и когда альфа меньше, то, и, по сути, ничего не изменилось. Просто, мне кажется, адреса не вполне достаточно, чтобы понять. А теперь смотрите, что у нас есть. У нас вообще-то есть так называемая целочисленная решетка. Это точки с целыми координатами. Ну, здесь немножко кривовато написал. Вот это точки с координатами 1, 0, это 1, 1, это 1, 2, это 0, 0, 0, 1, и так далее, и так далее, и так далее. И все точки делятся на два типа. Те, что в одной полутолстости, и те, что в другой. Оказывается, цепные дроби соответствуют ответу на такой естественный вопрос. Вот когда мы рассматриваем все точки, расположенные снизу от этой прямой, то у них есть так называемая выпуклая оболочка. Напомню, что такое. Если у вас есть производные, то есть такие точки. Представьте себе, что вы набрасываете на него такую резинку и даете ей сжаться. Тогда выпуклая оболочка, это будет вот это, наименьший выпуклый надеугольник, который содержит эти точки внутри себя. Вот какие-то попали внутрь, а какие-то попали на границу. Получился такой выпуклый надеугольник. Конечно, это неправильное определение, потому что здесь у нас множество точек бесконечное, а я здесь сказал приконечное надеугольник. Поэтому лучше так, не слушайте такое, а сказать просто, выпуклая оболочка получаемая, если рассматриваем наименьшее выпуклое множество, содержащее эти точки. Или по-другому. Если у нас есть некое множество, любые две точки с единым отрезком, а соответственно любые три точки дадут нам треугольник. Ну или длина отреза, выкручивая точь отрезка. И вот объединение всех этих треугольников, это как раз и будет выпуклая оболочка. Наименьшее выпуклое множество, если нужно пересечение любых выпуклых множеств, выпуклая, по определению выпуклого множества, называется множество, которое вместе с двумя точками, содержит три сорбетика. Так вот, давайте объяснимся, почему тот процесс связан с этой геометической картинкой. Смотрите, вводим такое значение. v-2 это будет вот этот вектор, вектор с координатами 1,0. v-1 это вектор с координатами 0,1. Обратите внимание, вот эти два вектора задают нам то, что называется байц. То есть, если дорисовать это до квадрата, ну а в общем случае будет до килограмма, и вот так вот продолжить вниз, то получается решетка, в точности совпадающая с решеткой всех целых точек. Замечательно. что такое вектор v нулевое. Мы от вот этой точки, от конца вектора v-2 идем вверх столько раз, чтобы не перепрыгнуть через прямой. ну то есть, то, что называется целая часть числа. А. Если байц не было отрицательной, то надо бы уйти вниз, ну не в этом дело. Дело в том, что тогда у нас вот следующая точка, она была бы на прямой. А так, ну вот. И в таком случае, что происходит с нашим квадратом? Вот у нас был квадрат. Мы, здесь у нас был вот этот квадратик. Мы несколько раз, как здесь вот два раза, поднялись. И у нас возник вот этот вот вектор, и возник вот такой вот прямограмм. Обратите внимание, его площадь равна площади квадрата. Потому что у парилограммов есть такое свойство. Площадь парилограмма – это произведение стороны на высоту. Сторона не изменилась, высота тоже не изменилась, потому что мы сдвинулись, вот этот отрезок вот сдвинули вверх. Значит, парилограмма – площадь по повреждению. И вот это свойство, что порожденная решетка покрывает всю хвосткость, то же самое никуда не делось. Потому что здесь пошел бы сдвиг, но вообще-то, если этими парилограммами покрыть, то точно так же плоскость будет в один свой покрыта. Каждая точка ровно один раз. Каждая точка появится. Все отвечает. Вот, это и есть шаг. Это и есть один шаг алгоритма вытягивания носов. Формулой он показан на левой доске – это выделение из числа его целых частей. А геометрически это показано вот здесь. Были два вектора – V-2 и V-1. А теперь получились другие два вектора – V-1 и V-0. Вот смотрите, смотрите, пожалуйста, что очень важно. V-1 и V-0 – это опять парилограмм площади 1. И опять один его вот эта прямая проходит между между этими двумя векторами. И если вы посмотрите на выражение y-alpha-x вот на такую-то линейную функцию, то в этой точке она положительная, в этой точке она отрицательная. И заметьте, пожалуйста, вот эта точка очевидным образом входит в выгруппуру оболочку вот этого нашего множества. Всех точек, которые расположены ниже прямой инфекционерфиз. Почему? А потому что здесь нет это ни одной внутри этого треугольника нет ни одной точки с целыми координатами. Это совершенно замечательная штука, что мы заштриховали целую область, где совершенно точно нет точек с целыми координатами. Значит, эта точка входит в область. замечательная теперь смотрим на вот этот килограмм. Смотрим на следующий шаг. Посмотрите, я один раз нарисовал, второй раз нарисовал. на четвертую шаг на четвертую шаг но я постарался сделать так, чтобы у меня сразу выходило. Что это означает? это означает, что мы от пары векторов в V0 V1 мы перейдем к новой паре. Это у меня будет вектор V1 . Здесь все написано. Каким образом он получен? мы берем вектор V0 это тот, что оранжевый на этой картинке делаем несколько шагов а именно A1 шагов вот количество этих шагов это было A1 и таким образом получаем вектор из начала координации идет вектор V1 вот и все собственно дальше будет то же самое потому что у нас опять получился проделограмм опять прямая проходит между этими векторами площадь проделограмма равна 1 и обратите пожалуйста внимание каким свойством эта миллиограмм обладает что если мы сделаем следующий шаг то уже пересечем прямую то мы уже пересечем прямую а что это значит означает что у меня есть оранжевертор дальше есть какой-то вот такой вектор и если сделать такой шаг то мы пересечем прямую что это означает это означает что прямая проходит как-то вот значит опять у меня есть целая область где нет целых точек из-за того что здесь был проголокрамм площадью 1 с целыми вершинами то никаких целых точек быть не может значит эта область без целых точек вот ну и значит это результат теперь из этих двух векторов v0 и v1 мы делаем следующий шаг следующий и так далее vn это в точности есть вектор с координатами выражается это вектор для тех кто имеет стрелочки надо было конечно везде 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 написать стрелочек он выражается через предыдущие два вектора по совершенно понятной формуле да пожалуйста для верных стрелочек я даже этому не ну хорошо что пожалуй еще стоит сказать по поводу этой картинки я боюсь что при первом знакомстве эта картинка вызывает довольно тяжкое впечатление потому что ну я не рисовал честно говоря не очень красиво здесь надо было было на клетчатой бумаге красиво все замечательно нарисовать но почему я сейчас не старался потому что я потом расскажу совершенно замечательную штуку которая называется равномерные слова или если угодно слова штука идея какая я через какое-то время нарисую вам эти самые клеточки которые я рисовал и я рассмотрю такую штуку вот когда есть прямая пусть альфа рациональная чтобы она не проходила через очередь когда пересекаешь горизонтальную непрямую пишешь букву г когда вертикальную в и получается такое слово г в г г в и так далее оказывается через эту самую цепную троту для числа альфа замечательно можно понять свойства вот этой последовательности просто в явном виде выписать как же там эти буквы г и в чередоваться и это много раз переотрывалось разными людьми в середине 19 века эту идею придумал лорд-троллей так что часто это называют теоремой лорд-троллей теоремой лорд-троллей очень многие люди потом эту замечательную идею переоткрывали в 80-х годах 20 века замечательный математик Концевич тоже самое придумал и так далее и так далее и так далее и так далее в 19 веке ближе к концу 19 века Марков такой замечательный систематематик в общем господа это я отдельно подробно расскажу и тогда вот это все станет совсем очевидным а пока давайте сделаем следующее посмотрим примеры и для конкретных чисел а именно для продолжительности года помните 365 дней сколько-то там часов минут секунд и для числа пи посмотрим как они возлагаются в цепную дробь и что там интересного есть посердить sap впрلك его Продолжение следует...